Парадокс – это странное мнение, высказывание, которое расходится с общепринятыми мерами, научными положениями, а также противоречит здравому смыслу. Но про какой же парадокс пойдет речь в этом видео и при чем тут фрифайр? Всем здарова, дорогие друзья, вы находитесь на канале Даваска, меня зовут Ваня и я желаю вам приятного просмотра, если вы кушаете, то приятного аппетита, погнали! Пользуясь случаем, я хочу пригласить вас в свой телеграм-канал, где еженедельно проходят конкурсы на прокачку вашего аккаунта. Все ссылочки в описании, поэтому залетайте и участвуйте. А речь в этом видео пойдет про наборы, а также ивенты, из которых эти наборы можно выбить. Все вы прекрасно знаете, что недавно был ивент, в котором выбивался вот этот черно-красный кролик. И многие игроки целенаправленно донатили в эту игру, чтобы выбить этот набор к себе на аккаунт. Позвольте мне задать вам несколько вопросов, а вы напишите ответы в комментариях. А понравился ли вам этот кролик? Чем именно он тебе понравился? Для чего ты его выбил? Если судить адекватно, и сугубо по моему мнению, то из этого набора играбельные только штаны и кроссы. А торсы маска вообще такие себе. Но есть одно но, этот костюмчик имеет какой-то дикий хайп только из-за того, что это кролик. А все потому, что у него есть два предшественника. Это вот такой вот черно-синий кролик, а также самый первый из подобных это бирюзовый пасхальный кролик. И все три этих набора активно используют игроки в фастерских сетах. И преимущественно, конечно, торс. Возможно, они думают, что мышцы, которые прорисованы на этом торсе, как-то символизируют СНС. Якобы СНС это сила, и если ты не умеешь играть в СНС, то ты нуб. А теперь давайте вспомним, в каком ивенте выбивался этот кролик. Это был маховик, подобный этому, только кролик выбивался исключительно за прокруты, его нельзя было обменять за жетоны. И лично я на этого кролика потратил 13 тысяч алмазов. На эту сумму можно прокачать эволюцию, и возможно, даже алмазы останутся. Или же купить целых 43 элитных пропуска. Но вместо этого я, как и многие другие игроки, предпочли выбить вот этого черно-красного кролика. Вот мы и подошли к теме данного видео, в чем же заключается парадокс. Те наборы, которые имеют какую-то ценность у игроков, а также наборы, которые слишком ожидаемы в комьюнити Free Fire, выходят именно в тех ивентах, где нужно потратить как можно больше алмазов. И все это только из-за популярности набора. А теперь давайте посмотрим на мир здравыми глазами. И опять я вам задам парочку вопросов. Стоит ли вот этот костюмчик потраченных на него алмазов? Как долго вы будете играть в этом красном кролике, если вы его выбили? А теперь давайте рассмотрим другой ивент. Это маховик, который вышел чуть-чуть позже этого кролика. И лично я все вещи с этого ивента выбил за 3000 алмазов. Да, это не такие популярные и всеми ожидаемые скины, как Красный Кролик. Но они в разы не хуже этого кролика. Очередной парадокс Free Fire заключается в том, что не каждый игрок сможет собрать красивые сеты вот с этим костюмчиком, или вот с этим, или вот с этим. Игрокам по кайфу собирать сеты с более популярными наборами, которые на диком хайпе. Как я уже не раз доказывал в своих видео, что нету ничего сложного собрать сеты с этим набором. Потому что почти все черно-красные шмотки под него подходят. И чтобы собрать сеты с этим кроликом, не нужно вообще думать головой, ты просто надеваешь или самые популярные вещи. Или черно-красные вещи, потому что во Free Fire их полно и почти все они под него подходят. И чтобы вам было проще собирать сеты, не включать голову, что-то придумывать, будьте добры, отвалите денежку за эту простоту. А вот чтобы собрать красивый сет с этим костюмчиком, то нужно включить голову. Потому что абы какие штанишки под этот торс уже не подойдут. И не первый встречный торс, особенно распространенный и дефолтный, подойдет под эти штанишки. Да, я не спорю, прическа подойдет во многие сеты. Этот костюмчик более герофельный, но все равно пару прикольных сетиков я с ним собрал. Этот интересный, но как по мне его добавили тупо для количества. Как вы уже поняли из моих предположений и хода мысли в этом видео, чем проще собирать сеты с каким-то костюмчиком, тем дороже он вам обойдется, если вы будете выбивать его в увенте. А чем сложнее будет ход подбора сета, тем набор будет дешевле. И подобное я уже замечаю не раз. Да, я не спорю, были действительно годные наборы, за которые нужно было отвалить очень много денег, но они того стоили. И я не могу сказать, что это были какие-то супер дефолтные костюмчики, но сами по себе они были и красивые. Ну и сами посудите, этот костюмчик не выпал тупо за паркруты, ну допустим за полторы тысячи алмазов. И с ним вам можно собрать ну 4 красивых сета, которые будут прям вау. А за кролика я отвалил 13 тысяч алмазов и красивые сеты я собрал только со штанами и кроссовками. А давайте рассмотрим один из сетиков с этим красным кроликом, а именно со штанишками. В общем и целом смотрится интересно. Да, многие из вас скажут, он не фастерский, фу. Но в общем и целом, согласитесь, он красивый. Но если я штаны с этого кролика заменю вот этими штанами, он станет в разы интереснее и наверное понравится большинству из вас. В этом и заключается парадокс. Он вроде бы интересный, дорогой, в какой-то степени возможно он станет эксклюзивным, если его не сольют годика через два. Но все сеты, которые собираются со шмотками этого кролика, если их заменить на какие-то другие вещи, то сет хуже от этого не станет, а возможно даже станет лучше. А вот если вам в голову придет пихнуть вот под этот торс какие-нибудь дефолтные штаны ангела или штаны головореза, или джазовые штаны, то сет станет хуже. Естественно, если посидеть и поискать, то найти достойную замену предыдущим штанишкам возможно, и я это доказал в одном из прошлых своих видео. Но ни одни распространенные и всеми любимые штаны не подойдут под этот торс. И чтобы собрать что-то годное с этим торсом, нужно посидеть, подумать головой, включить всю свою соображалку и подобрать что-то кайфовое. В этом и заключается парадокс. Если ты досмотрел видео до этого момента, во-первых, спасибо тебе за это, во-вторых, ты красавчик. А в-третьих, я в очередной раз хочу сказать, что это лично мое мнение. Если вы собираете какие-то сеты, и вы от них кайфуете, пожалуйста, играйте, и пошлите всех людей, которые вам говорят, что фу, твой сет такое себе, я бы поменял, я бы добавил в него вот это, или я бы поменял вот эти штанишки, или я добавил бы вот этот торс в твой сет. Если твой сет тебе нравится, тебе по кайфу в нем играть, ты получаешь от него удовольствие, то пошли всех куда подальше с их мнением и наслаждайся игрой в твоем любимом сете. А на этом у меня все, всем спасибо за просмотр, жду вас всех в телеграм-канале по ссылочке в описании. Всем удачи, всем пока, и да пребудет с вами Стиль.